Наталья Тимофеева и Лидия Завьялова живут в доме номер 39 по проспекту Ленинского комсомола. Каждое утро они ведут своих детей в учебное заведение. Наталья свою дочку Дашу в гимназию, а Лидия Васильевна, внука Максима, в детский сад. По правилам дорожного движения, они, как, впрочем, и все люди, перейти дорогу должны только по переходу. И он есть, но дойти до него, не подвергая себя и детей опасности, жители этой части города просто не могут, поскольку тротуары заставлены машинами. Зимой вообще будет вон та дорога нечищена, и мы будем ходить по сугробам, опять же, выходить сюда на трассу, в которой поток машин идет, еще больше грузные машины едут. И приходится вот переходить, вот под девочку отпустить одну тоже нельзя, да, и постарше дети, я не знаю, как ходят. Выходим под колеса автомобиля, смотрим, чтобы обойти стоящие на тротуаре машины. Страшная дорога, большие машины, тройка идет, в общем, надо, наверное, или вот столбики поставить на тротуар здесь, чтобы не заезжали машины. Вот это большая просьба. Из микрорайона Радужное людям также очень неудобно добираться до главной дороги города. Скопление не только личного автотранспорта, но и большегрузных машин, привозящих на стройку материалы, создают хаос, который грозит дорожно-транспортным происшествием. Хотя бы, как минимум, поставить столбики, чтобы машины не парковали. Конечно, парковочных мест мало, это ужас. Если вечером приезжаешь, не встанешь, может быть, в несколько этажей какую-то парковку здесь вот сделать. Ну вот, однозначно в садик ходить нам, как минимум, неудобно. Тут вообще повернуться негде. И поставить машину негде. Надо, наверное, нашему этому решать, мэру или кто занимается дорогами. В других местах же решают эти вопросы, и у нас должны решить. Эта наболевшая проблема давно уже висит в воздухе. И теперь жители намерены обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения, работающей при администрации Ленинского района. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.